Инспектор устанавливает машину Хованского. Хованский говорит, ну не мог я превести скорость. Инспектор говорит, это почему же? Ну я коже, чё ж ты еду? Уперешний спрашивает у Дружко. Почему вы берёте на работу только женатых? Дружко говорит, потому что они привыкли к оскорблениям и не торопятся домой. Нарин спрашивает у Соболева, вы видели праздник фонтана в Тубае? Соболев отвечает, ничего особенного, жалкая попытка переплюнуть тень десантника. Судья Хахалева спрашивает у Симонова, с чего вы взяли, что свидетель был в нетрезвом состоянии? Симонов отвечает, он зашёл в телефонную будку, пробыл там полчаса и вышел матерец, что лифт не работает. Дед Петруха и Ивангай едут в одном поезде. Дед Петруха спит на верхней полке, Ивангай на нижнем. И вдруг в среди ночи Дед Петруха падает. Ивангай посыпается и спрашивает, что случилось? Дед Петруха говорит, да, сон приснился. Ивангай спрашивает, какой сон? Дед Петруха говорит, да, сон приснился. Ивангай спрашивает, а что такое? Дед Петруха говорит, да, попросил продвинуться. Наша матрёна парламент с авторитетом заявила, что самая вредная еда это чай. В нём всегда находятся пряники, торты, колбаса. Дед Петруха пришёл к доктору-хирургу. Доктор-хирург говорит, что с вами случилось? Дед Петруха говорит, а доктор-хирург, я не могу заснуть. Доктор-хирург отвечает, а вы считаете ночью перед сном баранов. Дед Петруха говорит, я пробовал, сначала я считаю баранов, потом гружу их в машину и еду продавать, а потом всю ночь переживаю, что продешевил. Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу станет понятно, кто действительно хочет замуж. Отдыхая на природе, наблюдал за муравейником. В течение трёх дней, ни планёжок, ни совещаний, и самое главное, все работают. Горды подумали попугаи, глядя на ворон. Ему подумали ворон, глядя на попугаев. Кобзавр спрашивает, что нужно иметь, чтобы на твоей свадьбе пели Кобзон и Басков. Дед Петруха отвечает, два миллиона долларов. Кобзавр отвечает, это вторично, прежде всего надо иметь дурной вкус. Сын нового русского спрашивает у отца, папа, а ты боишься волка? Отец говорит, нет, не боюсь. А медведя? Отец говорит, нет, не боюсь. Сын спрашивает, а тигра или леопарда ты боишься? Отец говорит, нет, не боюсь. Сын говорит, да, оказывается, ты боишься только маму. Подписываемся.